О намерении строить в России трассы с бесплатными и платными полосами на одной проезжей части Росавтодор объявил еще в 2014 году. Сначала эту схему опробовали на юге, а теперь она пришла и в Подмосковье на дорогу М1 Беларусь. Первый реконструированный участок начинается на 45-м километре Минского шоссе у поселка Лесной Городок, а заканчивается на 66-м в Кубинке. Однако те, кто желает сократить время в пути, могут воспользоваться северным обходом Одинцова. Проезд для легковушки стоит 100 или 120 рублей в зависимости от дня недели. Для грузовиков же тариф един – 330 рублей. Пункт приема оплаты – традиционный барьерный. Он находится на 46-м километре в районе Голицына. Рассчитаться можно наличными, картой или транспондером. Расчетная скорость движения – 110 километров. Примерный трафик, который мы ожидаем здесь увидеть – это от 50 до 60 автомобилей в сутки. В целом, в пользу дороги, которая сегодня будет пользоваться этим участком, в половину сокращают время в пути движения от МКАДа до 66-го километра. Отрезок от МКАД до 45-го километра, то есть до центральной кольцевой дороги, останется бесплатным. А дальше старое четырехполосное Минское шоссе расширили до шести полос, оградили от съездов на дачи, заправки и в деревни и сделали платным. Бесплатными останутся два боковых дублера, отделенных бетонными отбойниками от скоростной середины. Но эти дублеры – двухсторонние, по одной полосе в каждую сторону, и к тому же недостроенные. Скажем, по южной стороне сквозного проезда пока нет, и съехать на эти дублеры можно только в начале скоростного участка, если не прозеваете, информационных указателей тоже еще нет. На практике это означает, что съезды на заправке или в Парк Патриот нужно планировать заранее, и скоростной участок можно проехать только целиком. Дополнительно у нас имеется проектная документация. Мы готовы к реализации. Наверное, один из основных на следующий момент объектов – это транспортная развязка на 59-м километре. Эта транспортная развязка необходима для обеспечения доступности в Парк Патриот, Министерство обороны. Как знаете, достаточно массовые мероприятия там проходят, поэтому на следующий момент тоже достаточно актуален. Следующий шаг – реконструкция Минского шоссе с 66-го по 84-й километр от Кубинки до Дорохова, где построят крупную развязку с кольцом А-108, то есть большой бетонкой. Этот сегмент станет платным в 2024 году.